Космические корабли с варп-драйвом из фантастических произведений могут путешествовать практически на любую другую планету так же легко, как мы за считанные часы перемещаемся в другую точку планеты на самолёте. При максимальной деформации корабль Enterprise из Star Trek Следующее поколение может развивать скорость в 9 тысяч раз выше скорости света. И если вам кажется, что это быстро, то тысячелетний сокол из Звёздных войн может двигаться в 9 миллионов раз быстрее света. Для сравнения, аппарат Юнона, обращающийся вокруг Юпитера, развивал скорость составляющую две десятитысячные от световой. Это самый быстрый рукотворный аппарат. И да, по нашим земным меркам это действительно невероятно быстро — 74 километра в секунду. Но при такой скорости, чтобы достичь ближайшей экзопланеты около Проксима Центавра, потребуется 20 тысяч лет. А был бы у нас Warp Drive как у Энтерпрайза, мы могли бы совершить однодневную поездку. Туда и обратно. Всего за 9 часов. Но разве Warp Drive не плод научной фантастики? Разве путешествие быстрее скорости света не запрещено теории относительности? Как оказалось, в теории есть небольшая лазейка. И если вы попытаетесь больше разузнать об этой теме, то ваш изначальный скептицизм может быстро смениться реальным интересом. Ведь вы удивитесь, но по Warp-двигателям было проведено немалое количество настоящих исследований и расчётов, в том числе в NASA. Оказывается, множество учёных реально вдохновлялись Star Trek. Я думаю, вы будете шокированы тем, что хотя двигатель искривления является в высшей степени гипотетическим, он основан на вполне себе реальной физике. Как будет работать такой движок? Насколько это вообще правдоподобно? Вы узнаете об этом в ближайшие 10 минут. В 1994 году мексиканский физик и фанат Star Trek Мигель Алькубьеры опубликовал статью о том, как может работать Warp-двигатель. Публикация тут же сделала его знаменитым. Как он пришёл к результатам? Он сделал это, используя уравнение Эйнштейна общей теории относительности. Это было чисто геометрическая манипуляция. В первую очередь нужно понять то, что общая теория относительности по своей сути связана с геометрией пространства-времени. Эйнштейн показал, что гравитация — это геометрическая деформация пространства-времени. Алькубьеры поигрался с этой геометрией, чтобы посмотреть, как пространство может искривляться космическим кораблём. Изначально он не думал о том, насколько это в целом правдоподобно и насколько выполняются другие физические законы. Это был скорее мысленный эксперимент. И вот как будет работать варп-драйв Алькубьеры. Возьмите космический корабль и поместите вокруг него пузырь пространства. Если вы сможете сжать пространство перед пузырём и расширить его за пузырём, то вы можете заставить пузырь пространства двигаться вместе с космическим кораблём внутри. Это можно сравнить с поимкой волны на доске для серфинга. Сами вы на доске неподвижны, но серф движется, потому что его толкает волна. Вот где находится та самая лазейка, которая касается ограничения в скорости света. Да, ничто не может двигаться быстрее света в пространстве. И это ограничение относится только к объектам, перемещающимся в этом пространстве. Но не к движению самого пространства. Инициальную систему отсчёта в данном случае представляет всё, что находится внутри пузыря. И в ней ограничения продолжают действовать. Геометрическое решение Аль-Кубьеры предполагает движение пузыря вообще с любой скоростью — хоть в 9 тысяч, хоть в 9 миллионов раз быстрее света. Если кратко всё подытожить, Аль-Кубьеры вывел такое геометрическое решение, при котором пространство вокруг сжималось бы таким образом, что корабль не двигался в своей системе отсчёта, а перемещалось только пространство, внутри которого он находится. Тогда возникает логичный вопрос — может ли пространство действительно двигаться быстрее скорости света? Наши наблюдения, кажется, это подтверждают. Например, из-за ускоренного расширения Вселенной её границы движутся быстрее, чем свет. Любой свет от галактик или звёзд на этой границе — это свет, который мы никогда не увидим. На таком масштабе в работу вступает не специальная теория относительности, а общая. Есть ещё один пример. Внутри горизонта событий чёрной дыры пространство тоже движется быстрее, чем скорость света. Такое перемещение пространства — настоящий феномен, который не стоит сбрасывать со счетов. Давайте более внимательно рассмотрим варп-драйв Аль-Кубьера и то, что он делает с пространством-временем вокруг космического корабля. Пространство расширяется в задней части корабля и сокращается перед ним. Может ли пространство расширяться и сжиматься? Да, оба процесса разрешены нашей физикой. Согласно общей теории относительности, пространство вполне податливо — его можно согнуть, растянуть. Вспомните о гравитационных волнах, которые являются рябью пространства, будто круги на воде. Мало того, прямо сейчас пространство вокруг Земли тоже сжимается за счёт действия её гравитации. Расширение тоже возможно и доказано. Сейчас всё существующее пространство Вселенной расширяется в космологическом масштабе. Вспомните о красном смещении. Когда вы смотрите в телескоп, вы видите, что свет далёких галактик смещён в красную сторону спектра. Пока волна дошла до нас, она растянулась вместе с пространством, в котором двигалась. Сами по себе галактики не движутся друг от друга. Увеличение расстояния обусловлено тем, что пространство, в котором они находятся, расширилось. Итак, наш двигатель Аль Кубьеры создаёт вокруг корабля некий пузырь, похожий на доску для серфинга. Корабль находится внутри пузыря, аналогично тому, как вы стоите на доске. Ваш корабль не движется внутри пузыря, поэтому законы Эйнштейна не нарушаются. Но пузырь пространства движется или переносится некой волной, которая создаётся во внешнем относительно пузыря пространстве. Звучит вроде просто, да, но каким-то образом необходимо сжать пространство впереди и расширить позади. Как это сделать? Ну, конечно, это очень непросто. Пространство само по себе довольно жёсткое, если проводить аналогию, например, с тканью. Чтобы вокруг нашего космического корабля произвести локальную деформацию пространства потребуется очень много массы. Или её эквивалент в виде энергии по знаменитой формуле E равно mc2. Энергии, которую мы плотно сконцентрируем вокруг космического корабля. Что более важно, и вот в этом моменте вы наверняка улыбнётесь, это непривычная нам масса и энергия. Это отрицательная масса и энергия. Для того чтобы расширить пространство, нам понадобится какая-то отрицательная гравитация. Не притягивающая, а отталкивающая сила. Как её получить? Нужна отрицательная материя или экзотическая материя. Простыми словами, если вы толкнёте что-то с отрицательной массой в определённую сторону, оно будет двигаться в противоположном направлении. Проблема в том, что отрицательной материи не существует. Обратите внимание, что я говорю именно об отрицательной материи, которая не является антиматерией. Антивещество не имеет отрицательной гравитации. Это обычное вещество, которое просто имеет противоположный заряд. То есть у протона антивещества будет отрицательный заряд, а у электрона положительный. Антиматерия существует, и антигравитация, которую изучают в рамках исследования антиматерии, вовсе не значит отталкивание вместо притяжения. Этот термин просто обозначает гравитационную силу, действующую на антивещество. А вот отталкивание в настопритяжение — это действительно отрицательная гравитация. Она должна действовать на вещество с отрицательной массой, что, конечно, трудно себе представить. Но если, повторюсь, если мы представим что-то подобное, то подставив формулу энергии отрицательную массу, мы получим минус перед произведением. Но что же такое эта отрицательная энергия? Опять же, это не какая-то антиэнергия. И не отсутствие энергии. Это именно то, что при воздействии на окружающую нас ткань пространства-времени вызовет отрицательную гравитацию, отталкивающую силу, которая при достаточно высоком значении расширит пространство-время. Мы до сих пор не смогли создать вещество с отрицательной массой. Лишь в 2017 году американским физикам удалось целенаправленно заставить частицы вести себя так, будто их масса отрицательна, то есть проявить свойства такой массы. Ссылка на их работу будет в описании. Но по факту человечество не создало ни грамма отрицательной массы, не говоря уже о необходимых килограммах и тоннах. Сам автор статьи, Аль Кубьеры, назвал отрицательную массу и энергию бессмысленными. В то же время оба понятия не противоречат уравнению Мейнштейна. Может ли это означать, что при должном развитии науки и технологий мы смогли бы их получить? Давайте предположим, что может. В NASA существует группа под названием Advanced Propulsion Team, также известная как Eagle Works, которая работает над этим предположением. Художник с их помощью даже создал изображение того, как может выглядеть космический корабль с варп-драйвом. Команда назвала его Enterprise. Первоначальной идеей Аль Кубьеры — создание пузыря вокруг космического корабля — потребовало бы очень много отрицательной энергии. Фактически эквивалент энергии всей массы во Вселенной. Так что это явно неосуществимо. Но дальнейшая переработка оригинальной концепции Аль Кубьеры физиком NASA Гарольдом Уайтом позволила снизить потребность в отрицательной энергии до эквивалента около 700 килограмм отрицательной массы. Это всё ещё очень много энергии, столько могут выделять только тысячи водородных бомб. Но число всё же более реально. Оно делает концепт хотя бы правдоподобным. Опять же, допустим, мы смогли получить отрицательную энергию. Как тогда доктор Уайт переместит движок Аль Кубьеры из области фантастики в реальность. Что ж, на бумаге это ему удалось. Уайт заменил варп-пузырь вокруг корабля на два окружающих его кольца, по форме скорее напоминающих пончик, между которыми должно происходить колебание отрицательного поля. По его словам, такие изменения не только делают поле деформации более эффективным, но и делают пространство вокруг корабля более гибким для расширения и сжатия. Расчёты Уайта показывают, что корабль диаметром 10 метров может идти со скоростью в 10 раз превышающей скорость света. Пора ответить на вопрос, зачем вокруг корабля эти кольца. Кольца — это то, что создаёт отрицательное энергетическое поле. Можно предположить, что поскольку пространство расширяется позади нас, вам нужна отрицательная энергия, направленная как бы в спину кораблю, чтобы толкать его. Но если произвести расчёты, станет ясно, что отрицательная энергия нужна всему кораблю, а не только какой-то его части. Именно поэтому кольцо расположено не в корме, а вокруг всего аппарата. Помимо этого команда Уайта проверила саму возможность деформирования пространства, выполняя очень простой, можно сказать, настольный опыт. Они пытались слегка деформировать траекторию полёта фотона, изменяя на фиксированную длину расстояние, которое он проходит. Первый опыт был произведён в 2013 году и был признан неудачным. Испытания других групп показали, что если такое устройство сможет быть построено, оно может гипотетически работать. Но вот скорость света превысить не позволит. Но вот достижение, скажем, 10% от скорости света будет огромным прорывом, ведь это всё равно в 50 тысяч раз быстрее, чем самые высокие скорости из доступных нам сегодня. Является ли отрицательная энергия вообще чем-то возможным? Ну, некоторые учёные утверждают, что эффект Казимира демонстрирует в каком-то смысле отрицательную энергию. Там две пластинки размещаются на расстоянии 10 нанометров и в результате внешнего давления частиц они схлопываются. И если предположить, что снаружи у нас вакуум, энергия которого нулевая, то между пластинами возникает отрицательная энергия. Некоторые учёные предложили использовать эту отрицательную энергию вакуума в больших масштабах, но это предложение ошибочно, ведь энергия вакуума не нулевая. Это идеальные условия, которых достичь в реальном мире будет невозможно. Невозможно создать отрицательное искривление пространства-времени просто при помощи двух пластин. А значит, для нашего варп-двигателя такой вариант не подходит. Вы сейчас наверняка задаётесь вопросом, а зачем тогда это видео? Ведь ты говорил нам, что двигатель имеет под собой физическое обоснование. Неужели никакой надежды нет? Ну, не совсем. Есть одно наблюдательное явление, которое должно дать нам надежду на то, что отрицательная энергия, а следовательно и гравитация могут существовать. Наблюдаемая вселенная расширяется с ускоряющейся скоростью. Сегодня причина такого расширения называется тёмной энергией. Мы понятия не имеем, что это такое, почему оно существует или откуда взялось, но по предварительным подсчётам около 70% нашей вселенной состоит из этой тёмной энергии. И она ведёт себя именно как отрицательная энергия, отрицательная гравитация. Её действие заключается в том, что пространство нашей вселенной расширяется. А ведь это именно то, что нам нужно. Возможно ли, что когда-нибудь в будущем, если мы сможем лучше понять и определить тёмную энергию, то сможем научиться использовать её силу для варп-драйва? Ну, если её существование объяснится чем-то иным, помимо свойств гравитации в масштабах вселенной или космологической константой, то почему бы и нет? Наши технологии основаны на математических уравнениях. 40 лет потребовалось человечеству, чтобы перейти от E равно mc2 к первой атомной бомбе. За последние 20 лет сама концепция варп-драйва от фантастической перешла к правдоподобной. Может, в ближайшие 20 лет она перейдёт от правдоподобной к возможной? Всё может быть. Но пока мы не поймём, способны ли мы обуздать отрицательную массу и энергию, говорить об этом явно рано. Зато точно не рано подписаться на наш канал Альфа Центавра. Здесь много космоса, астрономии и науки в целом. А если вам действительно нравится наша работа, можете поддержать нас на Патреоне. Ссылка будет в закреплённом комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...